Во время операции мы обнаружили очень много плохих вещей Начала пытаться ходить, я ее останавливала, потому что собака еще не понимает, что происходит Я спала на полу рядом, Мишаня весь день лежала Вот так вот выглядит сейчас Мишин шовчик Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family И после ролика про операцию на пупочную грыжу нашего щеночка Юмичу Если вы еще не видели, посмотрите это предыдущее видео Вы попросили рассказать про операцию по стерилизации нашей Мишани Как все происходило, как она себя чувствовала и так далее И сегодня я буду рассказывать именно об этом, поделюсь своим опытом, своей историей Я кое-что поснимала там трясущимися руками в переживаниях И очень важно оказалось, что мы сделали это вовремя Потому что у Миши была опасная уже ситуация там с ее шрамом Я все это расскажу А до того, как мы начнем, я хочу сказать две вещи, напомнить вам Первая, это то, что 30 сентября я буду на фестивале Pajok Days в Питере Так что приходите, если что, всю информацию, ссылочку я там в описании тоже оставлю И конкурс на платиновый кулон для вашей собачки И на 9 победителей, которые получат корм, тоже продолжается И тот, кто получает платиновый кулон, самый главный победитель, которого мы определим голосованием на канале Я к нему лично приеду в любой город, неважно где вы находитесь И вручу приз сама Так что участвуйте, конкурс еще продолжается А теперь давайте поговорим про операцию Мишани Ну и если ты впервые на канале, подписывайся У нас очень много животных и поехали Большинство подписчиков знают, что Миша не выросла с нами Она попала к нам уже взрослой И у нее на животике был такой плотный очень шрам от Кесарева Когда я показала это ветеринару, она сказала, что у нее слишком там какой-то вот твердый рубец Возможно, он плохо зарос Возможно, там ей что-то внутри мешает И ей вообще больно ходить, и может быть даже стоит сделать операцию и посмотреть, что там внутри Может быть ее делал непрофессионал и как-нибудь неправильно зашили И во время течки Миша вела себя очень странно, очень тревожно Она все время беспокоилась, переживала, нервничала, пряталась Может быть она как-то ассоциировала течку со своим прошлым Поэтому я решила, что ее нужно стерилизовать И во время стерилизации заодно мы все как раз посмотрим, проверим там И если что-то надо исправить, исправим И я как чувствовала, исправлять действительно было что? Во время операции мы обнаружили очень много плохих вещей Наш ветеринар, которому мы очень доверяем Она постоянно помогает всем собакам, кошкам и вообще другим животным нашей большой семье Сказала, что мы очень вовремя это решили сделать Во-первых, у нее в животике, когда все это разрезали, обнаружили нитки, которые не растворились Обычно, если кто не знает, современные нитки, они исчезают со временем Которые внутри, если что-то зашивают, они потом растворяются Но у нее были настолько либо старые нитки Либо так некачественно все сделано, что кусочки ниток остались там Кроме того, у нее были спайки Я не совсем знаю, как это объяснить простыми словами Но это когда органы вместе как бы связываются и начинают тянуть друг друга То есть они срастаются и тянут И от этого собака и любой человек, животное может испытывать очень сильную боль И возможно, что Мише было даже больно ходить, прыгать, двигаться как-то быстро И поэтому большую часть времени она предпочитала сидеть или лежать Кроме непонятно как сделанного шва, оставленных ниток внутри и спаек вот этих вот Которые, возможно, причиняли жуткую боль Также у Миши обнаружилась патология яичника То есть мы неизбежно должны были все это удалить Когда ветеринар разрезала шрам, она сказала сразу же, что ткань зарубцевалась неправильно И вот так вот плохо Потому что Мишу, видимо, кормили одной овсянкой И ей не хватало витаминов И так будет не только у собаки, кошки или любого животного Но и у человека Если человек не будет получать достаточно витаминов и правильно питаться Его шрамы будут заживать не очень хорошо Срастаться неправильно и будут такие вот плотные рубцы То есть очень важно, что мы сделали эту операцию вовремя И все там Миши отрезали И, конечно же, ее стерилизовали И зашили по новой правильно, нормально этот шрам Но еще такой момент, когда Миши ввели наркоз Вы, если не знаете, многие там удивлялись в ролике про операцию Юми Собачек привязывают, лапки им привязывают И кошечек тоже, и людей тоже Чтобы они, обочнувшись от наркоза, не начали дергаться И ветеринар не совершил ошибку Случайно не порезал или правильно Как-нибудь стежок неправильно сделал, когда зашивал Я очень нервничала, переживала и за Юми, и за Мишу Но когда я узнала, что у Миши столько всего проблем таких И что это реально было опасно Я очень сильно, еще больше стала переживать за нее И вот она в наркозе лежит на операционном столе Ее оперирует И потом, когда все это закончилось Когда все эти уже нервы прошли Когда самое опасное было позади Собака должна какое-то время очнуться от наркоза Но Миша очнулась гораздо быстрее, чем Юми То есть Юми полтора часа где-то отходила Во-первых, потому что она щенок, она маленькая Во-вторых, потому что это был первый ее раз А про Мишу ветеринар сказала, что скорее всего Она, ну, условно наркоманка То есть она уже настолько привыкла к наркозу и ее организм Что она от него быстро отходит Ну, конечно же, она долгое время лежала вот так с языком Пыталась встать, пойти Я за нее нервничала Я постоянно была рядом, постоянно гладила и Мишу, и Юми Миша уже очнулась, но она еще вяленькая Она пыталась встать пару раз Ну, еще такая вяла И София, и Эйвен нервничали за них Ну, как я говорила в ролике про Юми Эйвен нервничал как мальчик То есть он там понюхал, проверил их И пошел отдыхать рядом, лежать с ними А Софиша прям переживала Она ходила, бродила А то от Юми к Мише От Миши к Юме Она плакала Она издавала прям звуки Как вообще Ну, то есть она была как человек, реально Она пищала, скулила Когда видела лежащую Юми Когда она лизала носик Миши Она все время их поддерживала Как и я Я спала вместе с ними То есть мы положили их в лежанки И я спала на полу рядом Чтобы все было хорошо Чтобы никто не встал во время наркоза И Мишаня начала пытаться ходить Я ее останавливала Потому что собака еще не понимает Что происходит И она может себя повредить То есть просто упасть Или еще что-нибудь Поэтому я не давала ей ходить Постоянно ее гладила Была рядом Наша Мишанька перенесла Я надеюсь последнюю операцию В своей жизни Такую жуткую Мишанька потом всю ночь спала Но в отличие от Юми Которая на следующий день Уже прыгала, бегала, ела И скакала И даже как будто не понимала Что ей что-то сделали Мишаня весь день лежала Все-таки у нее операция Была более сложная Вот так вот выглядит сейчас Мишин шовчик Он гораздо меньше И аккуратнее Чем был до этого Скоро к нам приедет ветеринар Снимать швы И посмотрит Как там все у нее заживает Миша уже хорошо кушает Хорошо себя чувствует Со всеми общается Немножко напугана слегка Ну вот корм Она кушает с удовольствием То есть это значит Что все у нее нормально Она нормально себя чувствует Да, Мишанька? Да, Мишанька? И даже просит Как Юми чу Я тоже уже Более-менее успокоилась За девчонок Потому что когда я снимала Видео про Юми У меня тряслись руки Я была на грани Готова была расплакаться Сейчас уже Все как бы вроде устаканилось Но в любом случае Я буду держать вас в курсе Как все будет развиваться дальше Я пишу часто вконтакте В инстаграме об этом Так что подписывайтесь На наши соцсети На канал На канал моих Собак-блогеров Подписывайтесь И скоро увидимся В новых роликах Спасибо вам всем За поддержку Хэштег Миша живи И пока